Всем доброго времени суток, с вами Лисон Роуз, мы вернулись в интерьер-симулятор, продолжаем, у нас третья неделя, мы с вами быстренько-быстренько бежим до десятой недели, я учла все ваши, если что, советики, и я надеюсь, что у нас все будет хорошо в конце десяти недель, в общем, совет был такой, что как бы желательно все-таки тела прятать, ну, в любом случае, мне придется, скорее всего, все это перепроходить, и я это все перепройду, да, для десятой девушки, заведу кучу друзей, повышу свою репутацию, и, соответственно, что мы с вами сделаем, правильно, мы вторую девочку тоже спрячем, хотя мы ее не прятали, что как бы немножечко грустно, ну, да ладно, давайте смотреть новую девочку, кто она и что она, мне пока неизвестно, благо сейф нормально сработал, так, ну, ясно, собственно, видишь, ставят камеры и прочее, так что мне придется перезапускать полностью сейф, опять устранять этих двух соперниц, прятать их, и потом уже разбираться, ясно, то есть, видишь, даже катсцены той самой не было, которая мне, в общем-то, была очень даже нужна, хотя я не знаю, почему не было катсцены, где моя катсцена, просто перед каждой соперницей должен быть диалог от самой главной героини, от Риоба, она должна сообщить, кто это, что это и что с ней делать, да, а видишь, а тут почему-то вот ничего просто не было, кстати говоря, почему-то в этом режиме, пропуская дни, не портится репутация, если вы помните, раньше репутация портилась, если ты много дней пропускаешь школьных, а здесь не портится, прикинь, еще спасибо за совет, который дали, вот я помните, читала про то, что можно прочитать всякую мангу, купить какой-то особый бельишко, и тогда дружить и повышать репутацию будет гораздо проще, собственно, этим я как раз-таки хочу заняться, потому что я не знаю, но судя по комментам, высокая репутация действительно сыграет большую роль в конце, дело сделано, пятница, идем домой и смотрим новую девочку, мой дорогой, замечательный сэмпэй, слишком популярный, короче, популярный он только на удачу себе, потому что нам это явно мешает, ведь еще одна девочка собирается, пытается подобраться к нему немного ближе, она очень скромная, и, в общем, она книжный червь, скромненькая книжный червь, когда парни видят таких, такой тип девушек, он хочет сгрести ее в объятия и защитить ее, верно? Меня от этого тошнит, мне надо избавиться от нее как можно скорее, но если ее смерть будет как очевидное убийство, то это немного усложнит нам многие вещи, если я все-таки хочу избавиться от нее, возможно, мне стоит обставить это как несчастный случай? Единственная вещь, которую я знаю, что об этой девушке, эта девушка очень любит книжки, будет очень грустно, если это единственная вещь, которая ей так сильно нравится, Я так и не поняла, что это значит, что-то вроде ее единственная любовь, вот эта книжка, приведет к каким-то трагичным последствиям До того, как она разобьет мои мечты, я должна размазать ее, после того, как она разобьет мои мечты, я должна разбить ее, неплохо Короче говоря, все, что мы знаем, она любит книжки, но сэмпай тоже любит книжки, падла, верно? Ну ладно, значит, нам стоит поспать, отдохнуть Так, ну давай, короче говоря, сейчас по той же схеме с книжкой пойдут, любители читательного кружка Сейчас будет вот сцена, о которой я говорю, вот сейчас они только будут обмениваться по поводу сейчас Бента будет, на следующий день будет что-то про книжку Вот тогда, видимо, им есть о чем поговорить Мне надо придумать что-то с ее книжкой, правда, не понимая, как ее любовь к чтению к чему-то приведет, я клянусь Без понятия вообще Эй, ммм, сэмпай Эээ, ну, ммм, да За стесняшка В общем, я, я подумала, может быть, Б-Б-Б-Бента Я сделала Б-Б-Бента этим утром, и, ээээ Я сделала одно лишнее, может быть, ты его хочешь? Эээ, ну, я имею ввиду, ты, ты хочешь? А, он спросил, ты сделала лишнее? Да, конечно, возьму, положи на мой стол, и я скушаю во время обеда О, я надеюсь, тебе понравится, ну, что, до пяти пятнадцати? Ты хочешь, чтобы мы здесь встретились, я сказала, как оно на вкус? Ну, да, я пойду тогда Ой, ой, она из опущенной головой ходит, серьезно? Так, ну, давайте узнаем, чем она занимается Ну, наверное, она из книжного клуба А, тут нет книжного клуба, подожди А еще говорили, что здесь есть Эээ, газета местная Вот она, тут газета Ой, тут куча всего Давайте мы этим займемся отдельно Ребята, если вы не против Тут слишком много текста И мы прям отдельный ролик сделаем Потому что пишет школьная газета Потому что мне кажется, что они-то там собаки-подозреваки Что-то догадываются Господи, даже она не стесняется поговорить с сэмпаем Блин, а ты, дура, стесняешься Ну, это, ну, что такое? Это она тебе нравится? Так подкати Она же, ну, милашка, бояшка, стесняшка Подкати, в чем-то проблема? Даже она смелости набралась и подкатила к сэмпаю Который, между прочим, считается одним из самых популярных парней в школе Просто в библиотеке, да, сидит Тут с книжками? Тут можно столкнуть, блин А, нужно, можно подвинуть Ага, понял Тут можно подвинуть полку И сразу тут куча людей появилась просто Но тут, блин, что-то как-то Ну, тут можно просто уронить на нее эту штуку, но Проблема в том, что здесь куча людей Ты что, и как я это должна делать? Шуточки, что ли, какие-то? Так, ну, у меня есть подозрение, что она просто До окончания школы будет тупо читать Если она любитель читать книжки, значит, она будет здесь Ой, круг лишний сделала Она будет здесь до последнего, вот что Давайте только в этом удостоверимся изначально То есть сейчас уборка, поэтому, естественно, уборка должна пройти И, скорее всего, она просто возвращается сюда И здесь сидит постоянно и читает Ну, в принципе, девочек пять Дофига, конечно, ничего не скажешь Все эти пять девочек Ага, вот, она, опа, занимается уборкой, кстати И вообще никого здесь нет У меня есть только одна идея, если она после четырех сядет читать Вот сейчас Других девочек здесь нет Да, окей То есть можно Но все равно запариваться придется Я уверена, что придется отмывать Как-то принести мешки, швабры и прочее Ну да, здесь, похоже, вообще пусто Да? Никого нет из девочек? А, блин, ну так это ж круто Смотри, и есть время Есть буквально три-четыре минуты Пока все остальные девочки сюда не вернутся Так что это, скорее всего, ее подружки Ну, или любительницы также почитать Короче, время Тут окошко очень небольшое Есть прямо в этот момент Когда здесь никого нет То есть мой способ был хорош Я просто думала, они от нее не отлипают Но а косты отлипают То есть у тебя есть ровно три минуты Если сюда все перенести Короче, я вам покажу, как сделать это чисто, четко И никто ничего не заметит Ну и вот, смотрите В 4.30 опять же тоже все уходят Так что можно, скорее всего, сделать этот вот сейчас Меня только смущает, что здесь не говорится Об устранении как таковых улик Она просто перед тем, как устранить соперницу Просто говорит, что ее надо устранить так Чтобы это выглядело как несчастный случай При этом не намекая, что нужно как-то прятать улики Как будто ты должен вообще, по идее, видимо, сам до этого догадаться Потому что вот, допустим, сразу же после исчезновения До чего не исчезновения А как мы избавились от второй соперницы Сразу же, сразу же после этого поставили камеры То есть логично, что это нужно делать Возможно, туториал намекает на это тем Что, ну, рассказывает тебе, где лежит пакет Но все это как-то Не думаю, что новые игроки до этого прям так просто догадаются Я вообще первый раз просто зашла, была потерян Здесь, спасибо, еще хоть туториалы какие-то есть А раньше вообще ничего не понятно было Окей, ладно, давайте посмотрим их диалог Эм, сэмпай, бэнта О, я съела его за обедом, было вкусненько Было супер Правда? Было, было, было вкусно? Да, мне очень понравилось Было действительно очень, очень, очень вкусно Прям вкусно? Правда? Кто-то, как я, готовит вкусно? Я так рада Ну, а может быть, ты хочешь попойти, ну, пойти Пойти домой с тобой? А, ну, хорошо О, боже Пойдем Боже, она какая-то, я не могу с нее Она вообще что-то такое, просто какой-то Ханибани, честное слово Сэ-сэ-сэмпай А ты Ты-ты-ты-ты Что? Принес книгу, о которой ты просил? Да, вот она Пожалуйста, держи Эм, спасибо Ну, да, вот, возьми Надеюсь, она тебе понравится Хо, конечно понравится, господи Эм, спа-с Ave Спасибо, спасибо тебе. Я прочитаю ее в обеденный перерыв. Ну, я это... Должна ли я... А, вернуть? А, ну давай в 5.15 встретимся прямо здесь. Хорошо. Мне очень интересно услышать твои мысли об этой книге. Так с ней же невозможно говорить, она же двух слов связать не может, нервничает, капец. Серьезно, она ей понравится, потому что такая вот вся неразговорчивая? Ну, может, парням и нравится неразговорчивая? Я уж не знаю. Не всем, конечно. Но Сэмпай у нас особенный. Ему, блин, походу вообще все нравятся. Она, главное, разработчик говорил, Яндери Деф сказал, что у Сэмпая будут свои определенные вкусы на девочек. Но смотря какие разные девочки, такое ощущение, что он не особо разборчив, если честно. Ему вообще нравятся все. Так, ну а теперь давайте просто поглядим, где она будет читать, в библиотеке или все же нет. А, ну да. Надо будет проверить, правда, на среде, точно ли она обедает здесь, но мне кажется, да. Ой, я не сомневаюсь, что ей понравится книжка Сэмпая, ты знаешь. Что за книжка, блин, так интересно, да? Ой. Ой, батюшки, я только сейчас посмотрела, что там внутри. Какая подозрительная книжка. Окей, а убирается она где? Неужели в библиотеке? Добыть этого не может. Боже, как неожиданно, правда? Мне кажется, Сэмпай влюбится в нее только потому, что он принес ей самую неинтересную книгу из всей его библиотеки, которая является его самой любимой. И она никому не нравится, а ей она понравится. Он такой, о боже, это моя судьба. Кстати говоря, я бы рассчитывала, что подарок, который она будет дарить, от этой девочки будет самой лучшей. Вот помните, была книга с автографом в прошлый раз, да? Мне кажется, эта девочка способна на нечто большее. Так, снова здравствуй. Ну и что ты думаешь по поводу книги? Ой, она очень хорошая, очень-очень хорошая. Ой, я рад слышать, что тебе понравилось. Я верну ее, но я точно куплю себе личную копию. Как только закончишь, дай мне знать, что думаешь по поводу концовки. Хе-хе-хе, дай, обязательно. Эм, эм, вэл, эм, ну, эм, эм, эм. Эм, 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 идти, эм, в смысле пойти домой вместе? Да. Да, счастливая, хорошо, что сэмпай догадливый. Ну все понятно. Ну прямо душечка, ей-богу. Так. Так, сэмпай, эм. Да. Шо сэмпай? Да, что такое? Я, я, я принесла кое-что для тебя. Ты будешь свободен во время обеда? Ты хочешь мне что-то показать во время обеда? Да, конечно. Эм, окей, тогда, эм, во время обеда? С тобой все в порядке? Ты немного нервничаешь? А, нет, я в порядке. Просто, в общем, я не так и не пила. Со мной все в порядке, не пила, что это значит. В общем, он говорит, ну ладно, увидимся во время обеда. Короче, только сейчас он заметил, что она невыносимая скромняга, представляешь? Не прошло и года. Так, ну давайте посмотрим, что она ему принесла. Потому что предыдущая девушка была гениальна. Она принесла книгу его любимого автора с автографом. Мне кажется, это должна была как раз третья девочка сделать. Но, видимо, нет. Ой, кстати, мы так и не выяснили, как ее зовут. Представляешь, как неловко. Ее зовут Ханами Хадошима. Хадошима. Ага. Ханами Хадошима, понятно. А, в общем, я здесь. А, или, в общем, тут имеется в виду подарок. А, это коробка. Ты хочешь, чтобы я ее открыл? Хорошо. Открываю коробку. И что это? Это книга об оккультизме? И такие, тут такие сумасшедшие иллюстрации в ней? Ты упоминал, и я подумала, в общем, что тебе это интересно. Ну, судя по его книге. Я подумала, что у тебя должна быть эта книга. О, это так мило. Спасибо. В общем, он, Сэмпай, вообще в восторге от этой книжки. Ясно, понятно. Это очень здорово с твоей стороны. Я ценю это. Очень мило с твоей стороны. А, ну, это, ну, ничего такого. Ясно, вот та книжка, которую дал ей Сэмпай, выглядела, как будто она какая-то оккультная. Вот эта умница догадалась, что нужно подарить им оккультную книжку. Гениально. Сэмпай, в кино мы все еще... А, да, я не забыл. Мы увидимся сегодня в кино. Время 5.15, верно? Да, все правильно. Встречаемся здесь в 5.15. Замечательно. Упс. Зевнула она. Прости, я немножко сонная. Зевнула и извинилась за это еще раз. Может быть, тебе стоит поспать после уборки? Как же это умно. Но, главное, чтобы я не слишком долго спала, не проспала. Нужно внимательно следить за тем, что я съем на обед. Очень понятно, один и тот же диалог, просто чуть-чуть он отличается, но суть та же самая абсолютно. А вот с книжкой интересная, вот реакция второй девочки была интересна. То, что та честно призналась, ну, не понравилась мне твоя книжка, Сэмпай. Прости, неинтересная. Почему-то они говорят, что они встретятся всегда в 5.15, а время никогда не 5.15 в этот момент. А, ну, что, ты все еще хочешь пойти в кино? Да, пойдем. Ой, то есть, пойдем. Ну, раз он пришел, значит, хочет, нет. Так, ну и все, и последний диалог. Видимо, с экзаменом будет то же самое, и я вам покажу, как это сделать быстро. Просто легко, никто даже ничего не заметит. Сэмпай, ты какой-то грустный. Что-то случилось? Переживаю из-за теста, который будет перед ланчем сегодня. В общем, да, записочки, которые, ну, то есть, его заметки для подготовки. Он прокахал, естественно, потерял их, и теперь не может позаниматься до экзамена. Сэмпай, я могу помочь. Я поделюсь своими записями с тобой. Я подойду тогда и положу тебе их на стол, а ты их перепишешь, а потом вернешь мне, хорошо? О боже, ты реально сделаешь это для меня? Я очень, я очень благодарен тебе. Сэмпай, ты сделаешь меня такой счастливой, мне сделаешь такой счастливой, что я смогу помочь тебе. Ну, а во время обеда на крыше, ты мне скажешь, помогли ли мои записи? Ну, и я думаю, можно пока заняться подготовкой, перенести всякие нужные, необходимые мне предметы. Почему бы и нет? Можно сделать это сразу. Чего терять время, как говорится? Для начала мне нужны мусорные мешочки. Интересно, на поставленное ведро с водой, по-моему, никто не реагирует. Так что мы сейчас как раз это с вами и сделаем. Перенесем вот сюда мешки. Никто их все равно не будет трогать. Идем сразу в уборную. Берем ведро, набираем водой, набираем туда, собственно, этого отбеливателя. Все как в ту туриэле. Ух, а здесь и нету ведра, представляешь? Ну, да ладно, я тогда схожу вниз. Ничего страшного. А где есть ведро? А ведро есть здесь. Хорошо. Так, раз. Берем. Наполняем. Выкидываем. Берем ведро. Это просто ведро. Ничего подозрительного в ведре нет, я так считаю. Хоп, просто бросим его тут. Подготовиться нужно заранее, друзья. Вряд ли его кто-то унесет на перемене. Хотя, кстати, этого я не знаю. Возможно, придется все делать заново. Но я любитель подготовиться заранее. Вот не знаю, кстати, а на швабру кто-то реагирует? Кстати, можно было просто швабру принести на самом деле. Не обязательно с собой было целое ведро тащить. Ну, ладно уже. Подозрительно? Ох, подозрительно, окей. Просто вот так ставим здесь. И все. Мешок есть. А как отмыть, все есть. О, да все. Идем на уроки, слушаем их диалог. Неловкий. Ждем конца уборки. Ну, известно, что делать, друзья. Ой, а... Ой, а... Ой. Господи, почему у тебя сиськи на спине? А, это мы что? Какой странный... Да вы заколебали пихаться. Господи, какие невоспитанные мужики. Ужас. Сэмпай, я... Я помогла тебе? Спасибо большое за твои записи. Я прошел экзамен. Ой, я так рада, что смогла тебе помочь. Я бы завалил экзамен, если бы не ты. Я тебе должен. Правда? Я помогла так... Так сильно? Ой, я так рада. Ну, все, ладно. Красота заканчивается. Так, ну, давайте удостоверимся, что все предметы остались. Нет, их никто никуда не утащил. Заодно... Давайте вот так сделаем. Просто сразу окунем швабру. И бросим ее вот здесь. Ну, все шикарно. Подготовились. Подготовились. А теперь идем что? Теперь все. Я говорю, вот сейчас есть, в принципе, время. Но я, говорю, рисковать не буду. Я маленечко подожду. Сейчас придут все девочки и уйдут все девочки. Я как раз этим займусь. Вот они все приходят. Скоро они все уходят. А я... Ну, известно. Они читают одну и ту же книжку. Да, картинки в книжке те же самые. То есть, моя идея, что она догадалась, что ему нравится оккультизм, не верна маленько. Ну, это не важно. О, нет. Какого хрена? Господи, я думала, она сломалась. Я уже испугалась. Иди отсюда. Не портите мою идеальную вендетту. Давай, дорогушенька, иди. Иди за книжную полочку. Ой, а что я сделала? А-а-а! О-о-о! Тут не все так просто, оказывается. И тише, твою мать. Сначала отодвинуть, а потом только кидать. Ну все, ладно. Сейчас получится. Погнали! Оп. Быстро! Шевели руками, ручками своими, быстрее. Быстрее. Раз. Объясниться перед ним. Слушай, я просто хотела помыть все прямо сейчас. Я кое-что разлила и хотела все это помыть. А, ну тогда это имеет смысл, наверное. О-о-о, блин. Я запаниковала на секунду. Так, а взять ее как-то? Посмотри, кнопка, во, во. Безупречно чисто здесь, если что. Все! Ну я же говорю, ну просто, как нефиг делать. Главное, перед пацаном извиниться за швабру, да и все. И никто не будет задавать вопросов. Ай, как легко, как все просто, как легко. Вот и все, вот и нет, девочки. Как же. Жалко, девочки. Бедняжка. Мне кажется, эти пацаны должны догадаться первее всех. Я просто хожу и без конца выкидываю мусор. Нет? Ну все. Дело сделано, как говорится. Ну я же говорила, это очень просто. Но это клево. Жестоко, конечно, но клево. Вот это силище, конечно, у нее надо подумать ради своего сэмпая. Она прям скинула эту штуку на него. Это прям целую полку уронила. Обалдеть. Опасно читать книжки, друзья. Видите? Чему вас учат плохому игра? Да нет, опасно влюбляться в всяких непонятных сэмпая. Мало ли чего. Теперь вы будете с подозрением относиться ко всем этим ребяткам, скажем так. Ну что, я не знаю. Теперь надо засейвиться, да? Не уверена, что это как-то поможет, что этот сейв вообще сработает. Но хотелось бы, знаешь, честно говоря. Очень хотелось бы. Ну все, идем домой. Ну что ж, все, друзья. Вот так вот легко и просто. Мы просто взяли и все, чик-чикнули. Очень интересная была, интересная девочка. Но все еще не очень понятно, почему она понравилась сэмпая. Она с ним реально даже нормально говорить не может. Ну понимаешь? Они же даже полсловом не смогли обвиняться. Она уже призналась ему. То было более разговорчиво, если честно. Ну ладно, неважно. Ну что ж, мы ее устранили. Звали эту девочку Ханами Хадашима. Вот это какая-то супер популярная женщина явно. И у нас будут с ней проблемы. Ну ничего, мы как-нибудь с ней разберемся. Мы ждать способны. Вот, пишите просто в комментариях. Вы вообще сами, вот когда до финала доходили, правда ли помогает репутация? Я просто нужно чуть больше, чем несколько комментариев, чтобы я в этом окончательно убедилась. Что я абсолютно все верно и правильно делаю. Вот. И мне просто очень интересно. Не нужно спойлерить, но мне нужно, мне нужно, как сказать, мне нужно, что вы написали. Будет ли какая-то реакция, что девочки пропадают? Просто напишите. Да, будет кое-что. А что ты должна выяснить сама? Вот что-то такое. Хорошо? Пишите об этом в комментариях. Отдельное спасибо спонсорам канала. Мы с тобой увидимся в других роликах. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok